И сегодня у нас функциональная тренировка всех мышц, окружающих позвоночник. Поэтому для многих непривычно, непонятно, не хочется делать эти упражнения, потому что непонятно для чего это. Все привыкли, что вот здесь должно гореть. Вроде собираемся тренировать кор, а делаем упражнения для позвоночника. И до тех пор, пока мы не поймем, что тренировка кора – это работа с позвоночником, мы не будем понимать, как с этими мышцами работать. Мы будем тренировать и плечи, и руки, и ягодицы, и прямую мышцу живота. Приготовьте из оборудования только коврик. Бодибилдеров за всю карьеру они могут совсем небольшой слой этой мышцы накачать. Здесь выравнивается баланс отводящих и приводящих мышц бедер. Тренировка кора – это не тренировка только прямой мышцы живота, и даже не тренировка косых или поперечной мышцы. Нет привычного ощущения, что где-то жжет, горит, болит. И сегодня мы занимаемся динамической стабилизацией. Очень важно начинать с выдоха, а потом уже делать скручивание. Нет отдельных тренировок на стабилизаторы, ребят. То заветное жжение. Обратите внимание, что почти все упражнения направлены на то, чтобы организовать эту связь между грудной клеткой и тазом. Как точно не стоит тренировать пресс? Точно не стоит делать только скручивание вот так вот, закачивая его только локальными упражнениями и не беря в расчет тренировки ног, ягодиц, позвоночника. Потому что живот — это не только то, что спереди. Наш живот — это только передняя часть цилиндра. Как у мяча, например. У меня такой коронавирус лежит. Вот мяч. И деформация мяча в любом месте влияет на всю структуру. И этот цилиндр, то есть по-другому наш кор, поддерживается несколькими слоями ткани. И его состояние и включение зависят от нашего позвоночника и осанки. И сегодня у нас функциональная тренировка всех мышц окружающих позвоночник, что и называется кором. Приготовьте из оборудования только коврик и располагайте на коврике свое тело. Мы будем тренировать и плечи, и руки, и ягодицы, и прямую мышцу живота. Это будет нестандартная тренировка для моего блога. Понимаю, что упражнения на пресс продаются лучше всего. Но подождите отписываться, так как все зависит от смысла, который вкладывается в тренировку. И сегодня мы тренируем возможность управлять нашим позвоночником. Чтобы когда вы захотели вкрутить лампочку в потолок или положить на верхнюю полку багаж, то при любых движениях в жизни у вас ничего не заклинивало и не отваливалось. Поставьте заранее этому ролику лайк, чтобы сохранить себе тренировку. С вами Пенкин Егор и школа «Здоровое будущее» в моем лице. Где девиз «быстрее, выше, сильнее» уже не работает, так как в адекватном фитнесе на смену этой фразе пришли гибкость, комфорт. И физкультура должна приносить радость, а не испытывать вас на прочность. Я специалист по функциональному движению, вы можете почитать обо мне подробнее по ссылке в описании. И сначала немного теории. И желательно уходить от концепции, что тренировка и особенно мышц живота – это всегда где-то такое жжение. Так как тренировка – это просто возможность проверить, а можете ли вы сделать какое-то движение правильно и корректно. Если вы обратите внимание на то, как двигаются спортсмены, то вы поймете, что изолированная работа какой-то мышцы здесь не нужна. То есть такое скручивание в футболе или беге или баскетболе мы с вами не делаем. И при выборе стратегии тренировок каких-либо мышц давайте полагаться на функцию этих мышц в повседневной жизни. Если рассматривать мышцы пресса, то основная их функция – это контролировать движение позвоночника, таза и грудной клетки. И чтобы этим мышцам было что контролировать, нам необходимо обеспечить подвижность нашего позвоночника и всех его сегментов. Если позвоночник не будет уметь вращаться в его анатомическом диапазоне, то есть наклоняться в стороны, сгибаться, разгибаться, то пресс не будет включаться в работу и в повседневной жизни. И снова вспомним мячик. Если я застрял в положении сгибания, то это будет влиять на форму выпуклости мяча с другой стороны. И в этом случае, не исправив саму форму позвоночника и мяча, нет никакого смысла заталкивать или закачивать место, которое у нас выпирает. И поэтому у многих как выпирал живот, так и выпирает. Поясница как болела, так и продолжает болеть. Потому что важно учитывать связь пресса с остальным телом. И только целостная работа с телом дает долгосрочный и качественный результат. Я не говорю, что делать скручивание на пресс, как многие кричат в Инстаграм, что это плохо, что ни в коем случае так делать нельзя. Хотя скручивание делать можно, как и любые другие движения, если вы к ним готовы. И давайте не забывать про тандем мобильности и стабильности. И сегодня мы занимаемся динамической стабилизацией. Это более применимый в жизни навык, чем если вы найдете на Ютубе похожую тренировку с названием «Суперпресс» за 7 минут в день. И еще раз повторю, что кор – это все мышцы, которые окружают наш позвоночник. И, соответственно, мы тренируем возможность управлять нашим позвоночником. И давайте именно так воспринимать тренировку кора. Во многих упражнениях вы не будете чувствовать откровенного сжения в мышцах, как, например, при скручиваниях обычных, хотя они сегодня у нас тоже будут. То есть заветное сжение многие почувствуют. Кто привык к таким тренировкам. И иногда даже не совсем будет понятно, где искать ощущения, так как нет ужжения. И при правильной тренировке кора часто бывает так, что чувствуются плечи, может чувствоваться лопатка, потому что мышцы, стабилизирующие лопатку, нам необходимы для различных упражнений. И это тоже тренировка кора в том числе. Поэтому, если иметь понимание, что такое кор, то сразу станет понятно, зачем мы делаем то или иное упражнение. И наши мышцы центра, они выполняют стабилизирующую функцию. То есть в основном эта мускулатура поддерживает тонус и связывает грудную клетку и наш таз. Подробнее будет на практике ощущение. То есть обязательно пройдите эту тренировку и накачать скручиваниями прямую мышцу живота. Это почти нулевой эффект. Если вы обратите внимание на профессиональных бодибилдеров, то за всю карьеру они могут совсем небольшой слой этой мышцы накачать. И наша мускулатура пресса в основном состоит из закислительных волокон. Поэтому накачать ее по объему очень крайне трудно. И даже прямую мышцу живота. Хотя это вроде бы поверхностный слой мышц. Вроде это такая поверхностная, да, большая мускулатура. Но если вы ее сравните с мышцами ног, с ягодицами, то есть с бедрами, с грудными мышцами, то они гораздо лучше откликаются на нагрузку и растут гораздо быстрее и эффективнее, чем растет, например, в кавычках пресс. Поэтому, когда мы говорим о красоте нашего пресса, всегда вспомните про питание. Если мы действительно хотим, чтобы вся область живота была сбалансированной, была подтянута, то нам нужно работать со всей структурой. Опять же, да, на примере мяча. И наше тело — это такая фасциальная матрица. И эти фасции, они не только идут слоями или анатомическими поездами. Она просто вся пронизывает наше тело. Если представить шарик, то вот такая структура, накачанная воздухом, да, то если мы убираем воздух, то такая структура начинает терять форму. И то же самое с телом человека, то есть изменение структуры. Осанки приводят к тому, что начинает вываливаться живот, а человек думает, что проблема в прессе, что нужно его закачивать. Но нужно работать со структурой. Если вы посмотрите на тех, кто серьезно занимается пилатесом, то это, как правило, очень подтянутые люди. У них есть ощущение подтянутости. И при этом никто из них не делает именно такие прицельные тренировки на пресс и кранчи на пресс. Поэтому нужно работать с биомеханикой всего тела. Поэтому упражнения для увеличения мобильности и стабильности, для осанки, для включения кора и дают подтянутость всего тела. И основная идея должна быть такая, что скручивание на пресс – это хорошее упражнение. Но нужно понимать, что кроме него еще куча всего другого. И тренировка кора – это не тренировка только прямой мышцы живота. И даже не тренировка косых или поперечной мышцы. И, кстати, в связи с этим есть другой миф, что нужно отдельно тренировать поперечную мышцу живота. И в один момент после одного исследования многие такие «А, мы забыли про крупную мускулатуру». Все, мы давайте теперь тренировать только стабилизаторы. Нет отдельных тренировок на стабилизаторы, ребят. Это все разные полюса одного и того же. И люди, как большие стаи рыб, как косяки, они бросаются в одну концепцию, в другую концепцию. То мы качали большие мышцы, то теперь мы поняли, что нам нужны стабилизаторы. Что если поперечка у нас работает, то давайте делать вакуум. У нас поясница болеть не будет. И волна качнулась в другую сторону. И теперь мы только дышим, только работаем со стабилизацией. И только тренируем поперечную мышцу живота. Хотя никто понятия не имеет, как она в действительности у нас работает. Поэтому мы ищем с вами золотую середину. И тренируем тело в целом. И тренируем всегда некую возможность выполнить какое-то движение под нагрузкой или без нагрузки. И для нас тренировка кора – это определенный вызов. Мы понимаем, можем ли мы сделать это движение. Насколько много усилия нам нужно, чтобы сделать это движение. Вы стоите, например, в боковой планке легко. Или вы дрожите, и у вас там пот, и вы не можете даже дышать. То есть нам важно качество выполнения упражнения. И если вам будет тяжело организовать себя сегодня, то это знак, что нужно улучшить осанку, мобильность суставов. И только потом через этот фундамент приступать к выполнению упражнений, где требуется мышечное включение. То есть если что-то сегодня не получается, то воспринимаем это как тест. То есть это нормально. И чтобы понять, о чем сейчас была речь, я предлагаю приступить к практике, которую обязательно выполните от начала и до конца. И давайте начнем. И сначала действительно себя протестируем. И мы ложимся на спину. С вашего позволения я снял кофту. Майку заправил в шорты. Чувствую себя непривычно, но зато будет все видно. Действительно себя протестируем. И давайте вначале поставим ладони на колени. И начните выполнять скручивание. Отметьте ощущения в процессе скручивания. Насколько высоко вы можете вообще отметьте приподняться. Отрываются ли у вас от коврика лопатки. Как себя чувствуют мышцы живота. Просто оцените свое движение. Просканируйте его. Отметьте для себя какие-то нюансы. Как у вас получается сейчас скручиваться. Отлично. Мы на этом не задерживаемся. И теперь мы с вами встаем в положение ладони под плечами. Колени у нас под тазом. И мы начнем выполнять сейчас упражнение кошка. Только с артикуляцией позвоночника. И будем делать его достаточно долго. Поэтому если у вас в процессе будут уставать запястья или руки. То вы можете делать паузу и отдыхать. То есть садиться ягодицами на пятки. И мы очень не спеша начинаем с небольшой амплитуды. И вот я округлил спину. И из этого положения начните выполнять разгибание от таза. И пока голова и грудная клетка на месте, мы протаскиваем копчик в потолок. Вслед за тазом двигается поясница. Вслед за поясницей грудной отдел. И последнее у нас всплывает голова. И теперь снова. Наш драйвер движения это таз. И пока голова и грудная клетка на месте, таз прокручивается под себя. Вслед за ним двигается поясница, грудной отдел. И у нас опускается голова. И мы на протяжении всего движения стараемся двигать сегментарно нашим позвоночником. Запускайте это движение с осознанием на старте, что голова у вас неподвижна. И первым начинает двигаться таз. И вы плавно с каждым разом увеличиваете амплитуду. Первые несколько раз можно делать, даже немного не доходя до крайней точки амплитуды. То есть не нужно сразу выгибаться вот так очень сильно и очень сильно сгибаться. То есть в первые несколько повторений оставьте загадкой, где у вас крайняя точка амплитуды. Оставьте небольшой запас. Пусть движение будет легким в этой амплитуде, свободным. И вот у нас позвоночник. Продолжайте выполнять. И вот мы сгибаемся, когда делаем кошку. Обратите внимание. А вот мы с вами разгибаемся. Вот разгибание. Вот сгибание. Когда голова стремится к тазу, это сгибание. Это разгибание. И артикуляция, это когда вы пытаетесь всеми этими позвонками двигать постепенно, то есть не сразу. И вот вы идете от таза, у нас сгибается поясница, потом у нас сгибается грудной отдел, потом шейный. И у нас всего получается вот 5 поясничных, 12 грудных, 7 шейных позвонков. И попробуйте все эти позвонки научиться дифференцировать друг от друга. И точно так же в разгибании. Буквально попробуйте почувствовать каждый позвонок. И продолжая выполнять, сами себя спросите. Могу ли я почувствовать все 24 позвонка? Можете ли вы их четко отделить друг от друга? Ну и естественно, что мы понимаем, что нет, и нужно иметь огромный опыт. Поэтому необходимо в таких упражнениях замедляться. То есть мы замедляемся в попытке разделить движение этих позвонков, в попытке двигать ими сегментарно. И конечно мы вытягиваем наши мышцы. То есть таким образом мы выравниваем тонус мускулатуры. Мы более подробно с вами остановимся на этом упражнении. Поэтому если устали запястья, вы можете их встряхнуть. И как вы поняли, артикуляция это способность двигать каждым сегментом нашего позвоночника друг относительно друга. И также обратите внимание, как ваш таз двигается относительно ваших бедер. И наши бедренные кости остаются на месте. И таз прокручивается относительно бедренных костей. Очень легко и свободно. И постепенно мы увеличиваем амплитуду. И обратите внимание, что если нас сейчас перевернуть, то это упражнение будет очень похоже на то же скручивание. И такая кошка это очень хорошее упражнение, которое можно использовать в разминке перед тренировкой пресса, перед тренировкой кора. Мы улучшаем нашу мобильность позвоночника в сгибании и разгибании. Продолжайте это движение. Я никогда не отказывался от стандартных скручиваний. Вы всегда можете, если вам нравится это ощущение сжения, делать пару таких подходов на скручивание в конце тренировки. Но это не должно приносить вам дискомфорта, потому что у многих то шея болит, то больше поясница устанет, чем сам живот. И чтобы этого дискомфорта не было, нужно поделать, можно поделать, например, вот это упражнение, но обязательно с артикуляцией. А не просто вот так согнули спину, разогнули. В своем телеграм-канале ссылку тоже оставлю в описании ролика. Именно оставлю ссылку на этот пост, где я рассказываю про значение артикуляции и почему может быть вредно или бессмысленно делать это упражнение без применения такой техники с артикуляцией. Обязательно перейдите, кто хочет понимать, почему мы делаем именно так, а не по-другому. В целом это упражнение можно делать всегда и всем. Поэтому, если у вас остеохондроз, остеопороз, если вы восстанавливаетесь после грыжи, это очень хорошая практика. Только не так, как делают 99% людей. То есть сгибаемся, разгибаемся. А мы именно делаем в таком варианте. Медленно. И вы все время находитесь в состоянии осознания, что у вас двигается, а что не очень. То есть вы можете четко отследить, в каких сегментах есть движение, в каких сегментах нету движения. В грудном отделе, например, вы чувствуете лучше движение позвонок за позвонком, а в пояснице хуже. Обращайте внимание на то, чувствуете ли вы какой-то участок или нет. И бывает, что вы вроде двигаетесь, а ощущение какое-то притупленное. Вы можете обратить внимание, что те сегменты, которые не очень хорошо двигаются, они не очень хорошо чувствуются вами. И особенно те участки, которые вы не очень хорошо чувствуете, вы ими не очень хорошо можете полноценно двигать. То есть у нас одно с другим очень связано. И теперь давайте обратим внимание на то, как вы дышите. И на разгибании мы делаем вдох. Разгибание – это когда ваша грудная клетка двигается вперед, поднимается голова. А когда мы начинаем скручиваться, начните делать выдох и осознайте, что ваш живот сдувается. Живот как будто бы проваливается к позвоночнику. И выдох, выдох из низа живота. И очень хочется, чтобы вы почувствовали, что ваш выдох именно из живота. Что когда вы делаете выдох, ваша брюшная стенка как бы надавливает на это пространство живота. И внутри воздух легко и свободно уходит наружу. А скручивание вам очень хорошо помогает. Скручивание начинает стимулировать ваш выдох. У кого-то, возможно, уже качественнее получается почувствовать артикуляцию. С виду вроде простое упражнение, но вот столько нюансов. И хорошо, закончили. И теперь мы с вами ложимся на спину. Руки в пол, ноги параллельны друг к другу. Расположите ступни так, чтобы была возможность ими давить на пол. И мы сейчас всплываем тазом вверх на вдохе. И на выдохе мы стараемся опустить позвоночник так, чтобы прижался каждый позвонок с грудного отдела. И потом снова на вдохе мы направляем копчик и крестец к задней поверхности голени. И мы поднимаемся до нижнего угла лопаток. И на выдохе смягчите челюсть, горло, грудину. И мягко раскручиваетесь позвоночником, пока он не опустится в нейтральное положение. На вдохе вверх, а на выдохе вниз. Почувствуйте хорошую опору в стопы. Обратите внимание на то, что когда поясница касается пола, чтобы не всплывали ваши плечи. Плечи остаются прижаты, то есть может быть вот такое положение сутулости. И когда мы поднимаемся, вытягивайтесь через колени и раскрывайте тазобедренные суставы, как такие глаза в потолок. И постарайтесь почувствовать каждый позвонок сегмент за сегментом. И особенно хорошо проартикулируйте зоны и поясницы. И также обратите внимание, что очень часто у многих здесь вот так разгибается поясница вместо разгибания в тазобедренном суставе. И люди начинают больше вот так проваливаться вверху в пояснице, то есть переламываться, чем делать разгибание в тазобедренном суставе. Поэтому расслабьте поясницу, насколько это возможно. Таз мы раскрыли. Постарайтесь избегать избыточного напряжения живота, бедер, ягодиц. Используйте опору в руки. И убедитесь, что когда вы поднимаетесь тазом вверх, вы используете в качестве опоры пространство между лопаток, то есть а не затылок. На голову мы не упираемся. И цель этого упражнения это артикуляция позвоночника в сгибании. Насколько хорошо вы можете почувствовать здесь каждый позвонок или какая-то зона чувствуется плохо, и позвонки там как будто бы слиплись. И без качественного движения позвоночника, если у вас спина деревянная, нам будет сложно тренировать кор и выполнять различные скручивания. Поэтому без упражнений на улучшение мобильности нам не обойтись. Очень много нюансов, деталей этого движения я объяснял на предыдущих уроках. Кто их проходил, тот качественнее выполнит это упражнение. И теперь мы поворачиваемся с вами на бок. Согните ноги в коленях и бедрах. И если вы на левом боку, то подложите нижнюю левую руку на бедра. То есть нижняя рука прижимает ваши бедра. Не перепутайте руки. Нижняя рука прижимает бедра. И верхняя рука перед вами как стрелка часов. И мы начинаем сейчас разворачиваться. И половину движения над головой мы делаем на вдохе. И половину движения на выдохе. Ваша левая рука давит в пол, прижимает бедра. А вторая рука разворачивается на 180 градусов. И обратно. Половина движения вдох. И половина движения выдох. И опять вдох. Выдох. Взгляд следует за верхней рукой. Удерживайте ноги в исходном положении, насколько это возможно. Под голову можно подложить подушку. И продолжайте поворот, насколько это возможно, далеко, пока в эту ротацию не вовлекается в таз. Под голову также можно подложить валик. И также голову верхней рукой вы можете подхватить и разворачиваться так, если устает шея. И как видите, мы все упражнения делаем вначале для позвоночника. Для мобильности во всех плоскостях. И это как раз очень поможет нам в тренировке кора. Вроде собираемся тренировать кора, а делаем упражнения для позвоночника. И до тех пор, пока мы не поймем, что тренировка кора – это работа с позвоночником, мы не будем понимать, как с этими мышцами работать. И теперь мы меняем бок, перемещаемся по коврику. Вы можете просто перевернуться, я именно меняю положение, чтобы быть к вам лицом. И мы раскрываем грудную клетку к потолку. Прокручиваете ребра один за другим. И старайтесь в этом упражнении раскрывать именно грудную клетку. Здесь двигается рука, раскрывается плечо, раскрывается вся линия рук. Но думайте в первую очередь о ваших ребрах. Как они двигаются, как они двигаются относительно таза, как они прокручиваются относительно друг к другу. Это упражнение называется бок-опенинг. Оно снимает напряжение с разгибателей спины. Возможно, кто-то почувствовал, что уже касается лопаткой пола с фиксированным положением таза. А кто-то почувствует, что лопатка стала ближе, чем в первом повторении этого упражнения. Это упражнение раскрывает грудную фасцию. Это подготовка к ротационным видам спорта, к игровым видам, в частности. Пришли играть в баскетбол, сделали кошку. И обязательно поработали с ротацией на примере этого упражнения, чтобы восстановить так называемый баланс в ротации между поясницей и грудной клеткой. И отлично. И теперь мы поднимаемся в положение на четвереньки. И теперь наш таз смещается назад, и вы ягодицами почти касаетесь пяток. Спина в нейтральном положении. И представьте, что вы как собака. Как сидят собаки. Вот у нас точно такое же положение. И очень важно, чтобы спина была не округленная, а прямая. Руки прямые. Основная масса тела у нас на ногах. И возможно, это для вас будет непривычное положение. И теперь сожмите руки в кулак. И получится, что у вас опора на мизинец вот в таком положении. То есть кулак не весь прижат, он как бы вот так на ребре. Это по желанию. Можно оставаться на ладонях, а можно сделать так. В процессе сориентируйтесь. И сейчас мы начинаем подтягивать к себе одну руку. Как будто делаем тягу резинки или блока на спину. И мы подтягиваем одну руку. И дальше начинаем разворачиваться. И разворачиваемся вот так в сторону. Дальше сгибаем руку в локте. И возвращаемся. Опорной рукой мы отталкиваемся. Другой рукой тянем локоть. Толкаем локоть назад. Вот я развернулся. И здесь нужно уже применить силу. То есть не получится очень легко и расслабленно двигаться. И мы подтянули руку. Раскрыли грудную клетку. Другой рукой толкаемся в пол. И разворачиваемся. И мы чередуем стороны. И здесь мы сознательно выходим в крайние точки амплитуды. То есть здесь уже другая идея у упражнения. В начале тренировки мы не уходили в крайние точки амплитуды. И больше прислушивались к движению. А здесь буквально через несколько повторений может появиться такая испарина на лбу. То есть вы контролируете положение тела. Вы подтягиваете руку с усилием. И вы максимально разворачиваетесь. И чувствуете связь двух рук. От пальцев руки опорной до пальцев руки, которая тянется в сторону и назад. И взгляд сопровождает верхнюю руку. И вот эти три упражнения вы можете брать в качестве разминки перед любой тренировкой. Потому что позвоночник работает везде. То есть что бы вы ни делали. Итак, мы с вами размялись. Обычно даже я больше времени уделяю разминке. И теперь мы ложимся с вами на спину. Давайте немного расслабимся. Осознайте свой позвоночник. Осознайте, что мы уже немного разогрелись. И теперь мы кладем ладони на бедра. Осознаем свое дыхание. И начиная делать выдох, Как только он стартует, буквально через полсекунды мы начинаем подниматься корпусом вверх. То есть очень важно начинать с выдоха. А потом уже делать скручивание. И не движение запускает дыхание. Запомните эту фразу. А дыхание запускает движение. И мы начинаем выполнять сгибание позвоночника. Наши ладони скользят по бедрам. И таким образом, проскальзывая до колен, как будто бы мы пальцами вот так достаем до колен, мы начинаем делать обычное кранчи, то есть обычное скручивание. И я хочу, чтобы вы почувствовали, повлияла ли как-то разминка и эти упражнения, которые мы делали, на то, как сейчас вы можете скручиваться. Насколько легко или нелегко двигается ваша спина. Если у вас устает или болит шея, то руку просто одну положите под голову. И второй рукой продолжайте выполнять скручивание. И мы все время идем от вашего выдоха. То есть не движение стимулирует выдох, а выдох стимулирует скручивание. Послушайте. И обязательно напишите в комментариях, повлияла ли как-то разминка на это движение. Изменилось ли что-то в амплитуде по сравнению с началом занятия. Возможно, движение стало легче. Возможно, вы чувствуете больше контроля, легкости. И помимо уроков на выравнивание тела, динамических растяжек, работы с осанкой, мне хочется, чтобы вы безопасно и более корректно выполняли самые популярные упражнения в интернете. В формате тех же скручиваний. Вот такая мотивация у меня записать этот ролик. И еще два раза. И отлично. И теперь мы переворачиваемся на бок. Локоть у нас точно под плечом. Оба ваших колена согнуты. Вторую руку мы ставим на таз. И для начала мы с вами просто будем приподнимать таз. Начните приподнимать таз. Это такая простая версия боковой планки на коленях. И попробуйте поднимать таз от макушки головы. Вот как будто бы вас за голову так кто-то потянул, и вы начинаете вытягиваться. И таз приподнимается. Потянули. Опустили. Ваш локоть и колени в одной плоскости. Почувствуйте, как между коленями и вашей макушкой такая невидимая нить, которая натягивается. Когда вы поднимаетесь, ваша шея становится длинной и свободной. То есть мы не проваливаемся. И старайтесь концентрироваться не в центре тела, а концентрироваться на линии, которая соединяет ваши колени и вашу макушку. И вы почувствуете, что ваш центр организуется сам собой. И отлично. И теперь мы выпрямляем ноги в коленях. И сейчас у вас не нога на ноге, а одна нога спереди, а другая сзади. Ваша верхняя нога спереди. И неважно, на левом боку вы или на правом. Ваша нижняя нога сзади, а верхняя спереди. И мы делаем то же самое. Вытянулись. Секунду. Постояли. Сгибаем колени и опускаемся. Удлините позвоночник, представляя голову, ребра, крестец и пятки, вытянутыми у стены. И на выдохе мы надавливаем внешним краем стопы и рукой в пол, поднимая бедра над полом. И мы поднимаемся от макушки. Почувствуйте, как вы упираетесь на ноги, также на ребра ваших стоп. Вы упираетесь также на локоть. И не забывайте, что в ноге у нас такая же опора, как и в руке. Как и в руку. Локоть у нас точно под плечом. Отлично. Закончили. И теперь мы располагаемся на другом боку. Согните колени, локоть под плечом, колени в плоскости локтя. И у нас снова такая простая версия боковой планки на коленях. И мы поднимаем таз от макушки головы. Кто-то нас тянет за голову. И у нас таз поднимается. Наша шея длинная и свободная. Обратите внимание, сваливаетесь ли вы в лопатку. Хватает ли мобильности у вас как плечевого сустава, так и тазобедренных суставов. Или что-то где-то мешает, перебирается. Обратите внимание, разгибаетесь ли вы вперед избыточно в пояснице. То есть, где ваша грудная клетка, где ваш таз. И хорошо. И теперь мы выпрямляем ноги. У кого-то никаких проблем с этим движением не возникнет, а у кого-то будут сложности. Возможно, кто-то потеряет здесь свою нейтраль. То есть, вот так разогнется в пояснице, спрячется в плечи. Представьте, что сзади вас воображаемая стена. И мы затылком, грудным отделом и копчиком притираемся вдоль вот к этой стене спиной. То есть, мы не вываливаем так вперед живот и грудную клетку. И верхняя нога у нас впереди, нижняя сзади. Мы удлиняемся от арки стоп. Внешний край стопы погружаете в коврик. Если у вас есть острая боль в плече, если есть какие-то патологии позвоночника в остром периоде или острая боль в колене, то не делайте это упражнение. Перейдите на мой канал, где есть более мягкие занятия для восстановления. И здесь также обратите в этом упражнении внимание на то, что мы делаем выдох на подъеме. И наши мышцы центра собираются. И отлично. Закончили. И теперь мы ложимся с вами на спину. И мы выпрямляем ноги по сторонам. Убираем руки в сторону головы и тоже немного по сторонам. И получается, что тело у нас в форме буквы «Х». И здесь все просто. Мы начинаем делать выдох. И мы поднимаем правую руку к левой ноге. И поднимайтесь настолько, насколько вам комфортно. То есть не нужно делать слишком сильный рывок. Движение быстрое, но тем не менее оно без сильных рывков. И оно комфортное для спины. И поехали. Возвращаемся. И противоположная сторона. Если вы чувствуете какие-то перещелкивания в тазобедренных суставах, начните носками ног немного вытягиваться вперед, как будто вы хотите проскользнуть по стене перед вами. То есть ноги тоже могут быть организованы через вытяжение. И вы сразу почувствуете, что щелчки ушли. У кого были щелчки, и кто именно вытянулся через носочек, и они прошли, обязательно напишите в комментариях. Продолжаем. У кого болит шея, в этот же момент, в момент скручивания, вы можете подкладывать руку под голову. Продолжаем. И также, если у вас все равно устает шея, то можно с рукой за голову сделать пять раз к одной ноге, и потом пять раз к другой ноге. И отлично. Отдыхаем. И теперь мы с вами плавно встаем на локте. Мы перевернулись. Мы упираемся пальцами ног в пол. И сейчас мы выйдем с вами в обычную планку. И нам нужно будет сохранять нейтральное положение позвоночника. И вот так выпрямлять то одну руку, то другую. И, ребят, упражнения очень сложные. И в первую очередь сложные тем, что нужно организовать свой таз. То есть очень часто, когда люди делают это упражнение, они такие, ну, как-то было даже легко, говорят. То есть вообще не говорят, нормально. И человеку вроде бы не сложно, а таз у него вот так болтается из стороны в сторону. И вот в тренировках на кор такой нюанс, что вроде бы движение вы можете сделать, но делаете его некорректно. То есть нет привычного ощущения, что где-то жжет, горит, болит. Но тем не менее мышцам не хватает силы и координации для того, чтобы организовать какое-то движение. Поэтому если у вас есть сомнения насчет правильности упражнения, которое мы сейчас будем делать, то положите себе ролл на поясницу. Например, если вы одни, то это единственный вариант себя проверить. или снимите себя со стороны. Вот. Тут нужно приноровиться. И вот я сейчас приподнимаюсь. И в этом положении я выставляю то, одну руку вперед. И я делаю так, чтобы ролл не падал. Начинаем. И нам нужно сделать 20 раз. Шея не переразгибается, как у бобра из воды. Упс, у меня ролл упал. И отлично. Фух. Про это упражнение тоже напишите, сложно ли вам было его сделать. И теперь мы снова ложимся на спину. И мы кладем одну ногу на другую. Левое колено согнуто. Правую руку уберите за голову. И сначала я объясню, а потом начинаем делать. Левую руку положите на живот. И почувствуйте, как живот стимулирует скручивание. У нас исходное положение. Затылок на полу. Сделаете вдох. Дальше начинается выдох. И почувствуйте, что выдох стимулирует опускание грудной клетки. И в этот момент вы начинаете локтем тянуться к колену. И при этом необязательно доставать локтем до колена. Можно просто потянуться настолько, насколько вы можете выполнять скручивание. Без натуживания. И желательно без домика на животе. чтобы живот в момент скручивания на выдохе уплощался, то есть, а не набухал. И поехали. Мы делаем вдох. Начинается выдох. Через долю секунды после того, как начинается выдох, мы начинаем скручиваться. И именно выдох стимулирует это скручивание. Не спешите. И мы сделаем по 15 раз на каждую сторону. Положите вторую руку на живот и ощутите, как сокращается ваш пресс. Как нижние ребра приближаются к лобковой кости. Обратите внимание на это упражнение и на предыдущее. И здесь вы уже как раз можете почувствовать то заветное жжение. Здесь присутствует работа и прямой, и косых мышц живота. И это упражнение более примитивное. И здесь обычный такой кранч получается. Я хочу, чтобы вы научились делать правильно. А предыдущее упражнение было тяжелое в плане организации и удержания нейтрального положения. И там вам требовалось включить, как будто бы все тело. вы почувствовали некое напряжение во всем теле. То есть не локально, а весь кор там включается. И теперь поменяли ноги, поменяли руку. и сосредоточьтесь, и сосредоточьтесь на этом сдавливании, на выдохе и на растяжении. На вдохе мы полностью ложимся. И на выдохе у нас по центру все собирается. Как видите, скручивание у нас идет от дыхания. И мы очень тесно связываем дыхание с движением. дыхание здесь первостепенно. И для нас дыхание здесь важнее, чем само скручивание. Нужно понимать, что само движение стимулируется дыханием. Выдох, грудная клетка поднимается, вдох, грудная клетка опускается. Это очень физиологично. И при таком исполнении нужно прислушиваться к тому, что действительно происходит у нас в области живота. И отлично. И теперь у нас будет чуть сложнее. и мы с вами располагаемся на боку. И сейчас мы выходим в боковую планку нога на ноге. И теперь мы поднимаем ногу вверх. Это прекрасное упражнение сайдлифт. И мы немного поддержимся в этом положении и напрягаем всю латеральную линию корпуса. И нас поддерживает локоть, стопа. И вот мы всплыли верхней рукой и верхней ногой в положение звезда. И зафиксировались на 30 секунд. Держим, держим, держим. Красивенько. Макушкой потянулись в противоположную сторону от арок стоп. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Мы согнули колени, отдыхаем. И теперь мы располагаемся на другом боку. И мы снова встали. Здесь выравнивается баланс отводящих и приводящих мышц бедер. Мы работаем над силой плечевого пояса. И вот мы стоим, стоим. Мы улучшаем координацию и баланс всего тела. И, конечно, самое главное это контроль туловища и головы в нейтрале. Еще побольше постоим. На эту сторону мы чуть больше, на ту сторону чуть больше постояли, чем 30 секунд. 5-4-3-2-1. Супер. Здесь можно даже почувствовать было и ягодицы. И теперь мы переворачиваемся на спину и будет отлично, если вы за что-то руками позади себя сможете взяться. То есть будет диван или тяжелое кресло или гиря, если у вас есть. И теперь мы выводим ноги наверх. Они могут быть у вас слегка также согнуты. И в этом положении очень важно не прижимать вот так поясницу, а удерживать корпус в нейтральном положении. То есть как вы лежите с вашими изгибами позвоночника, вы так с ними и остаетесь. Вы контролируете положение по тазу. И вот у нас на модели вот крестец, это такая крупная кость. И мы лежим так, что вершина крестца упирается в пол. То есть не делайте такую ошибку, когда люди начинают что-то подкручивать, вот так вжимать поясницу к полу. Нет, учитесь контролировать свой позвоночник с его анатомическими изгибами. Итак, мы подняли ноги и на выдохе мы опускаем одну ногу и тянем ее к стене. Подняли и на выдохе другую. Опускаете ноги настолько, насколько вы можете сохранять ваш таз в нейтрале. Это может быть совсем небольшая амплитуда. И в этом поможет хороший и форсированный выдох ртом. И мы вытягиваем ноги из нижних ребер ровно до того момента, пока таз не вовлекается в это движение. То есть вот так было бы неправильно, когда таз наклоняется и разгибается поясница. А нам нужно удерживать свою нейтраль. И это цель упражнения в чем заключается работа мышц кора. Нам нужно сделать примерно по 10 раз каждой ногой. Можно отдыхать в процессе. и отлично. И теперь мы остаемся сейчас лежа на спине. Обратите внимание на местность вокруг, чтобы нам ничего не мешало. И руки вытяните за голову. Наши ноги вместе и вытянуты. И в этом упражнении нам нужно будет опустить грудную клетку, активировать нижнюю часть живота, и ваш позвоночник прогнется вниз, чтобы получилась вот такая лодочка. И получается вы приподнимаете голову, лопатки, ваша поясница сама прижимается к полу, то есть во время подъема ног ваша поясница прижимается, и руки мы тоже поднимаем вверх. И в исходном положении руки и ноги у нас приподняты. И в итоге мы выходим в такое положение, и мы вот такая лодка и длинная дуга, и мы в форме полумесяца. наши руки за грудной клеткой отрываются, ноги и руки с ногами тянутся в противоположные стороны. Здесь очень важно вытягиваться, чтобы сохранить вот эту структуру. И теперь это положение мы должны сохранить и начать в нем покачиваться. Это тест мобильности вашего позвоночника и контроля. и вот мы вышли сейчас в исходное положение. Руки подняли ноги и на круглой спине сохраняя эту позицию мы вот так перекатываемся. И мы как будто пятками начинаем давить в пол и это начинает нас раскачивать. И наша задача, чтобы эта структура тела сейчас сохранялась и как только где-то что-то выпадает из конструкции у нас сразу заболит спина и невозможно будет перекатиться. здесь нужно осознать линию от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног. И мы вот так попробовали и давайте сейчас снова то есть все объяснил давайте вместе чуть-чуть передохнем можно сделать глоточек воды крайне тяжелое упражнение вызов и мы приготовились в идеале нужно сделать 30 раз то есть вперед и назад по 15 повторений то есть считайте каждое качание иначе это будет очень тяжело и обратите внимание где вам было тяжело сейчас то есть у кого-то шея у кого-то плечи или шейно-воротниковая зона может зажаться у кого-то поясница кто-то может почувствовать отсутствие контроля в тазобедренных суставах просто отметьте для себя где вам тяжело в каких сегментах и более того как вы дышите в этом упражнении и дышите ли вы вообще итак вышли и поехали и есть если все организовали правильно то вы почувствуете сильное напряжение в области живота если не получилось то нужно понимать что это упражнение про возможность связывать вашу грудную клетку и таз обратите внимание что почти все упражнения направлены на то чтобы организовать эту связь между грудной клеткой и тазом и дальше подключить например опору в плечи в ягодицы и так далее и теперь мы немножко отдохнем перед самым сложным упражнением и вот здесь как раз вопрос можете ли вы сохранять это положение легкого сгибания и в нем двигаться если вы чувствуете что вам не хватает мобильности и контроля в целом на протяжении всей этой тренировки то обязательно запишитесь на мою программу занятий динамические растяжки где мы уделяем внимание качеству движения всех суставов и распределению нагрузки и как тренироваться огромное количество информации а как подготовить себя к нагрузке информации нету ссылка на тренировки будет в описании перейдите и обязательно почитайте тему урок темы уроков будет полезно интересно и это улучшит не только вот качание пресса но и качество выполнения любых других упражнений и качество жизни в целом за счет попутной работы с дыханием осанкой и так мы с вами отдохнули и теперь мы располагаемся на боку и мы будем уходить в планку уже сейчас на прямую руку наши ноги одна нога на другой это будет крайне тяжелая вариация это похоже на челлендж если сделаете то снимите обязательно себя на видео и отметьте меня в инсте я посмотрю на технику и прокомментирую качество выполнения может быть сделаю репост и так мы выходим на прямую руку мы отталкиваемся ногами и вот так мы просто стоим 20 секунд наша голова точно над грудной клеткой затылком грудным отделом и крестцом и мы как будто подпираем стену этим крестцом за вами стоим 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 отлично 20 секунд прошло и теперь мы поднимаем ногу которая сверху и начинаем делать ротацию нога назад а грудная клетка прокручивается на опорной руке и так давайте по 5 раз на каждую сторону и хорошо и обратите внимание что здесь скорее всего вы будете чувствовать плечо и опять же дисбаланс и потерю координации возможно поэтому для многих непривычно непонятно не хочется делать эти упражнения потому что непонятно для чего это все привыкли что вот здесь должно гореть а здесь сейчас не горит часто люди думают что я наверное делаю что-то неправильно раз чувствую плечи а это нормально потому что все планки это про работу с лопаткой помимо кора в том числе и так теперь мы поменяли с вами сторону и стоим 20 секунд ваша ладонь то точно под плечом мы не проваливаемся в опорное плечо шея длинная и свободная если вам крайне тяжело то конечно вам требуется сформировать фундамент поэтому обязательно зайдите на мой сайт www.fittherapy.ru вы для себя найдете подходящую программу занятий и теперь мы начинаем закручиваться и давайте снова 5 повторений также вы можете на сайте обратить внимание ссылку я оставлю в описании что скоро выйдет новый курс переобучение движению это терапевтические тренировки для тех кто понимает что нужно правильно заниматься но не знает с чего начать и что делать то есть вы проработаете основные проблемные зоны и исправите то что вы игнорировали или считали что это само пройдет и конечно подготовите себя для того чтобы выполнять уже более сложные упражнения для включения мышц как вот это например и так отлично мы закончили напишите что было сложно что было не сложно где возникали трудности это будет всем интересно почитать кто даже например только найдет это видео чтобы понимать к чему быть готовым и в целом после такого занятия у вас должен быть легкий тонус в течение дня и хорошо если вы почувствуете в течение дня что сзади и с боков и вот спереди у вас как будто появился такой поддерживающий корсет может быть завтра тоже будут какие-то ощущения напишите могут быть также ощущения в плечах в районе ребер в целом также это может быть такая приятная крепатура в области корпуса и я за подход который позволяет не только стать сильнее выносливее и гибче но и избавиться от боли дисфункции и конечно сохранить здоровье напишите в комментариях на какие темы еще снять подобные тренировки подписывайтесь на канал поставьте лайк этому видео если было полезно если вы узнали для себя что-то новое поделитесь этим видео с друзьями а также чтобы оставаться на связи подписывайтесь если что на мой телеграм-канал с разбором интересных тем всем до следующего урока так а когда у меня был последний опубликован видеоролик на ютуб-канал насколько я помню это был конец мая или июнь 4 месяца назад ютуб пишет что я опубликовал видео последнее то есть человек не делал контент 4 месяца да 3 видеоролика в неделю должно быть фух пока говорю такой думаю блин как я это все успею вообще отражаться теперь м